Балюстровский домостроительный комбинат. В цехах комбината изготовляется весь дом. От фундамента до крыши. Посмотрим, как это делается. Из пенобетона целиком отливается стеновая панель. Даже с выходом на балкон. Лестница сразу формуется вместе с площадкой. Вот появилась и ванная комната. Всю строительную косметику тоже делают на заводе. 160 квартир в месяц выходят из цехов Балюстровского комбината. Точно в определенное время части домов отправляются в сборочный цех на Малую Охту. В сборочный цех? Да. Так мы можем с полным основанием назвать строительную площадку, где Балюстровский комбинат монтирует свои дома. У главного строителя много забот. Каждая деталь должна быть доставлена и смонтирована в точно назначенное время. Иван Шаповалов и его бригада коммунистического труда ведут монтаж легко, уверенно. Дом собирается как корабль на стапелях судостроительной верфи. Целая лестничная секция вместе с площадкой и входными дверями ставится на место. Едва заканчивается сборка этажа, в работу включаются отделочники. Пройдет немного времени, дом сможет принять новоселок. А это кто? Новоселы? Нет, это гости, московские строители. Москвича Виктора Сазоненко и его друзей интересует ленинградский опыт. А Иван Шаповалов хочет знать об успехах московских строителей. Что ж, москвичам действительно есть о чем рассказать. В Москве, в районе Хорошевского шоссе, строятся дома оригинального типа. Они в три раза легче обычных. Вот устанавливаются первые детали еще одного дома. А через несколько дней появились оконные панели первого этажа. И можно смело сказать, что такой дом растет не по дням, не по часам, а по минутам. Автор проекта этих домов, московский инженер Виталий Павлович Логутенко. Инженера, конечно, интересует мнение рабочих монтажников. И они отдают должное изобретательности конструктора-новатора. Успешно применяя конструкции Логутенко, московские строители за короткое время воздвигли много жилых домов. Небывалые темпы нашего строительства связаны прежде всего с умом, талантом и творческим дерзанием наших рабочих, ученых и инженеров. Конструктор Николай Яковлевич Козлов по праву принадлежит к числу смелых новаторов. Многие годы он работает над автоматизацией и непрерывностью производства деталей для жилых домов. Николаю Яковлевичу удалось впервые в мировой практике успешно решить эту проблему. Созданный инженером Козловым вибропрокатный стан автоматически производит крупные железобетонные конструкции. С конвейера сходят готовые стены, перекрытия, кровля, да и все другие части дома. Только один стан Козлова, как его теперь называют, выпускает в год детали для двух тысяч квартир. А ленинградские инженеры предложили еще один оригинальный метод скоростного домостроения. Они начинают строить четырехэтажный дом с крыши. Пока идет подъем крыши, на земле монтируется четвертый этаж. Этаж готов к подъему. Включить домкраты. Начинается подъем этажа. Теперь очередь третьего этажа. На этой схеме вы видите, как дом собирается из целых этажей без помощи подъемного крана. Это быстро, удобно и дешево. Мы рассказали вам о разных методах строительства, но цель у них одна. Дать как можно больше хороших благоустроенных квартир для советских людей. Для новых квартир наши конструкторы создают и новую мебель. Компактную, удобную и недорогую. А мебели нам нужно очень много. Мы напомним вам еще раз. За годы семилетки будет сооружено 15 миллионов квартир. Ни одна страна в мире не знает таких темпов и масштабов жилищного строительства. Только в одной Москве, на юго-западе, вырастает по существу новый город. Его создают неутомимые и скромные труженьки столицы. Наша прославленная строительная гвардия. Только бригада коммунистического труда Геннадия Масленникова за два года построила здесь шесть многоэтажных домов. В них живут тысячи людей. А вот сейчас эта бригада сооружает большую школу-интернат. Только месяц назад закладывался ее фундамент. А теперь молодые строители заканчивают сборку третьего этажа. Так работают москвичи. Поля и луга уступают место новостройкам. И город шагает все дальше и дальше. КОНЕЦ КОНЕЦ